Добрый день! Меня зовут Никулин Сергей Владимирович, учитель истории из первого IT-лицея города Петропавловск. Цифровая реальность дает учителю новые инструменты для эффективной работы. Не использовать их – значит совершить большую ошибку и отстать от времени. Хочу поделиться с вами опытом использования искусственного интеллекта для формирования мыслительных навыков высокого порядка, анализа, синтеза и даже оценивания, что может быть актуальнее в наши дни. Приведу примеры из своей работы учителя истории. Они применимы и к другим учебным предметам, в особенности гуманитарного цикла. Причем от учителя не требуется глубоких познаний и сложных навыков общения с искусственным интеллектом. В теме выделим два основных вопроса. Каким образом мы можем использовать искусственный интеллект для повторения и закрепления учебного материала? Каким образом искусственный интеллект поможет в формировании мыслительных навыков высокого порядка, анализа, синтеза, оценивания? Концептуальной основой моей работы является убеждение, что если искусственный интеллект выполняет сложные мыслительные задачи за ученика, то это препятствие для его развития. Он должен не заменять мозг ученика, а служить инструментом и тренажером для развития мыслительных способностей. Начнем с самого модного на сегодняшний день – с нейросетей. Нас интересуют генерирующие изображения, видео и тексты. Возьмем нейросети, генерирующие изображения. Казалось бы, главная их функция в руках учителя – иллюстрировать учебный материал. Но нет, не только. Приведу пример. Это задание было подготовлено для интеллектуальной игры в моем лицее, как один из этапов. Команда 6-8 учеников получала распечатанный лист с изображением известных исторических личностей, созданными нейросетью, как и следовало ожидать, внешнего сходства не было. Зато был список имен. Ученики должны были определить, кто есть кто. Разрешалось использовать смартфон и интернет. Первым делом, конечно же, школьники воспользовались поиском по картинке. И не нашли ничего. Вообще ничего. Потому что эти картинки я сгенерировал сам днем раньше. А в интернет их не разместил. Пришлось думать самим. Выделять по картинке отличия и существенные признаки. Сопоставлять с характеристиками личностей, ранжируя более или менее важные характеристики. А это – тренировка мыслительных навыков, анализа и оценивания. Добавим метакогнитивный аспект. После выполнения увлекательного задания проанализируем с детьми алгоритм его выполнения. Определим, насколько существенные характеристики выделены школьниками. Поможем осознать, что это не случайное угадывание, а умение думать научно. Предложим изменить описание задания для нейросети, чтобы получить более эффективный результат. Как вы видите, это уже мыслительный навык синтеза. Попробуйте определить несколько из предлагаемых личностей. И проанализировать, насколько значимы характеристики, ставшие триггерами узнавания. Кто этот человек? Конечно же вы узнали Шакана Олеханова. По каким признакам вы его определили? А можно ли добавить в изображение другие, более значимые, более существенные характеристики? Какие? Кто этот человек? Узнали Брайл Тансарина? Как? По каким признакам вы это определили? Насколько они существенны? Кто это? Вы узнали Талгата Бегельдинова. Какие признаки навели на мысль? Вероятно тот факт, что среди предлагаемых личностей он один боевой летчик. Насколько существенна эта характеристика? Давая учащимся задания по созданию при помощи искусственного интеллекта изображений, отражающих важные и существенные характеристики, мы таким образом отрабатываем навыки анализа и синтеза. Плюс еще очень важный момент. Формируем понимание, что искусственному интеллекту не следует безоглядно доверять. Требуется проверять его. Очень интересные задания с поиском ошибок в изображении исторической эпохи или события. Посмотрите, что на этом изображении не соответствует эпохе. Думаю, этот подход применим ко многим учебным предметам, не только к истории. Аналогично можем использовать изображение, характеризующее историческое понятие. Это формирует не только навык анализа, но и оценивание, а также абстрактное понятийное мышление. Применимо не только для гуманитарных, но и для точных наук. Более сложным, а значит формирующим более значимые мыслительные навыки, будет задание создать изображение, выражающее суть понятия. Отрабатываются навыки анализа и синтеза. Этот бой Геродот назвал самым жестоким и великим. Сам Кир и погиб в этой битве. Наполнив мешок человеческой кровью, я велела разыскать среди павших труп Кира. Нашедшая погрузила голову его в мешок и сказала, ты жаждал крови, царь персов. Так пей ее теперь досыта. Работа с нейросетями, генерирующими видео, аналогична работе с изображениями. Вы, конечно же, узнали царицу Тамерис. По этому видео определите эпоху, охарактеризуйте общество, его уровень развития, уровень развития цивилизации. Какие признаки позволяют нам это сделать? Какие выводы нам это дает? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что возможно сделать с нейросетью, генерирующей текстовую информацию? Задаем нейросети задачу «Ввести в рассказ 10 ошибочных фактов или утверждений». Полученный рассказ используем как задание по поиску неточности и их исправлению. Подобные задания я использовал в пятом классе для суммативных работ, правда тогда мне пришлось составлять их самостоятельно. Теперь учителю гораздо легче. Применимо к любому учебному предмету. Еще один пример. Задавая домашние работы в Google формах, я предпочитаю задавать открытые вопросы, но иногда получая ответы от нейросети, а не ученика. В этом случае обязательно в классе проанализировать, какие признаки указывают на работу искусственного интеллекта вместо человека. Если и использовать нейросеть, то трансформируя, изменяя и проверяя материал самостоятельно, отрабатываем навыки обработки текстов, созданных искусственным интеллектом и критический подход к его текстам. А критический подход необходим, ибо нейросети порой предлагают ошибочные и очевидно неверные сведения. На экране скриншот, доказывающий ошибочность информации. Ханкини Сары неверно описан как поэт и мыслитель, а вовсе не государственный деятель или предводитель крупнейшего восстания. После моего замечания и вовсе оказался неизвестным историческим персонажем. Нам следует указывать на это ученикам. Вырабатывая критическое отношение к информации, найденной в интернете или предложенной нейросетью. Этот навык надо специально и целенаправленно отрабатывать. Тогда и обманутых современными цифровыми мошенниками будет меньше. Следует тренировать учащихся видеть, когда нейросеть выдает общие, не содержащие конкретики, демагогические тексты. Например, итоговая аттестация 11 класс, 2024 год. Рано утром в телеграм появились вопросы экзамена и уже через час ответы к ним. Посмотрите, они по сути пусты. Фактов нет, дат нет, участники не указаны. Только универсальные фразы, которые по сути почти ничего не выражают, ничего не означают. Предполагаю, что часть учителей в этом году на экзамене слушали эти унылые ответы. Но мы-то с вами обязательно поработаем с этим материалом с нашими 11-ти классниками, не так ли? Таким образом, нейросети помогают организовать повторение и закрепление учебного материала более увлекательным и эффективным способом, способствуя не просто запоминанию, а формированию мыслительных навыков анализа и синтеза. Берет ли на себя искусственный интеллект всю работу человека? Нет. Он только инструмент. Учимся сами и учим детей им управлять. Морально-нравственный аспект вопроса. Формировать понимание, что искусственный интеллект не всесилен, не безошибочен и не стоит перекладывать на него все задачи, слева ему доверяя. Рекомендую педагогам использовать в своей повседневной работе нейросети как инструмент развития когнитивных способностей и формирования мыслительных навыков, а также целенаправленно учить критическому отношению к непроверенной информации от нейросетей и интернета, понимая возможность ошибок, дезинформации и мошенничества.